Дорогие друзья, мы приготовили для вас особенный проект. Мы вместе с вами, вместе со святым семейством Сергея, Наташи и их двоих чудесных детей предпримем путешествие, паломничество в Вифлеем. То, что каждый из нас мечтал когда-то сделать, мы осуществим сейчас вместе с телеканалом ТПН. Это наш вам рождественский подарок, это путешествие, и мы приглашаем вас разделить радость этой поездки вместе с нами. Мы начинаем наше путешествие в Вифлеем с молитвой. Мы благословляем наших зрителей, мы благословляем каждого, кто предпринимает путешествие к месту Рождества, к тому, чтобы узнать то время, когда родился наш Спаситель. Аминь. Более того. Благословляем Господь это время, мы благословляем Господь нашу поездку. Господь, мы хотим поехать в Вифлеем и поклониться Тебе еще, потому что Ты достоин. Ты родился, Ты пришел на эту землю, чтобы спасти весь мир, все человечество, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты это сделал, за то, что Ты проделал этот путь. Ты спустился с небес на землю, Господь, и сегодня мы едем, мы будем путешествовать, Господь. И мы хотим показать, Господь, всему миру, что Ты Бог, Ты Царь, Ты достоин всей хвалы, Ты достоин всей славы. Да, мы с Тебе мы едем поклониться, Господь. Аллилуйя. И мы с замечательным семейством пасторов Сергея, Наташи, Можук, их чудесных детей, Соломона, Моисея, как святая семья, мы предпринимаем путешествие в Вифлеем, то место, где родился Царь Царей, Господь Господствующих, наш Спаситель. Поехали вместе с нами. Поехали. Поехали вместе с нами. И перед нами расстилается вид на Вифлеем. Это древнейший город. Первый раз он был упомянут в летописях, не относящихся даже к евреям, как хананейский город примерно в 1350 году до Рождества Христова, до того момента, как родился Христос. Дети, вот вы видите, перед нами расстилается панорама. Сзади Иорданские горы. Вот это поселение, это современный Вифлеем, который ведет свою историю на протяжении 3,5-почти тысяч лет. Левее расположен Иерусалим. Мы можем его увидеть вот там. Классно, дети, вот видите, вот там вот виднеется вдалеке церковь. Вот именно там был рожден Иисус. И мы немножко попозже, мы поедем туда, мы еще обязательно посмотрим. Только Мария с Иосифом, они пришли в ту церковь, не с этой стороны, потому что мы ехали на машине, мы ехали по дороге современной. А Мария с Иосифом, они шли не по дороге, точнее, они шли по дороге, но тогда не было трасс, да, современных. Они шли на осле, и они заходили с другой стороны. Это с той стороны сюда. И они шли в то место, где сейчас стоит церковь. Мы обязательно туда тоже пойдем, посмотрим. Интересно, хочется увидеть. Да, классно? Здорово, да. На самом деле невероятный вид, прекраснейший. Вот эти холмы мне нравятся, но тем не менее, я представляю себе, насколько их путешествие было просто утомляющее. Простым, да. Само рождение Иисуса, он родился там, родился в этом городе, но он не родился в гостинице, мы сейчас находимся на крыше гостиницы, но ему не было места, он родился в Хлеву. То есть представь себе, вот путешествие, рождение Спасителя мира было очень сложнейшим. И потом он и рождается просто в Хлеву, не в гостинице. Поэтому меня всегда восхищает история Рождества тем, что Бог выбирает, по-моему, сложный путь для нас, но мы, проходя его, мы приходим в радость, приходим в славу Божию. Да, чудеса. Да? Да. Дети, вам и нравится Вифлеем? Да. Вы себе так его представляли? Нет. Нет? Я думала меньше. Меньше? Думала еще меньше? Еще меньше, вот видишь. А ты, Моша, как представлял? Ну, то, что там будет больше старинных домов. А, больше? Не так современных. Да. Сейчас действительно здесь полно современных зданий. И надо сказать, что это отдельная территория в Израиле. Она находится под управлением Палестины. Здесь живет множество арабов. И только небольшая из них часть христиане. Но, тем не менее, испокон веков здесь также живет община христиан. И есть ощущение, для многих израильтян здесь не рекомендуется постоянно находиться. Считается, что все-таки есть определенная напряженность. Но, слава Богу, что христиане, паломники из самых разных стран могут прийти сюда, в Вифлеем. Есть аналогия с тем временем, когда Иисус со своими родителями шел в этот древний город. В город, в котором когда-то родился царь Давид, рожденный в Вифлееме, взращенный здесь, на этих холмах. Мы вам обязательно покажем поля, где пасутся козочки, овечки по сей день, где в окрестностях он когда-то сам рос и пас овец. И в этом же городе, по пророчеству, должен был родиться царь царей. Поэтому приезжайте сюда, здесь вас ждут. Сюда нас провел местный житель, которого зовут Иисус, Иса. Поэтому вас на самом деле ждет интересное, увлекательное приключение. И мы все вместе сейчас двинемся в храм Рождества Христова и покажем вам, как туда можно прийти. Класс. Супер, поехали! Поехали! Вау, как здорово! Мы приехали, наконец-то! Очень древняя, старая церковь. Мы сейчас через какое-то время зайдем туда. Невероятно здесь. Классно? Огромное количество паломников едут, чтобы поклониться. И даже, что интересно, вход вот здесь сделали таким образом, чтобы ты заходил, поклонившись Христу. И меня восхищает это. Поэтому мы сегодня тоже придем и поклонимся нашему Иисусу, там, где Он родился. Это невероятно. Сама церковь, она воздвигнута на месте, над местом, которое было по преданию той самой пещерой, где родился наш Спаситель. И весь храм, он, соответственно, покрывает это место. И это время, когда с разных стран, из разных уголков земли люди приезжают, чтобы поклониться нашему Спасителю, чтобы почтить Бога за этот дар с небес, дар в нашу жизнь. И сам храм был воздвигнут по указу императрицы Елены, матери императора Константина, которая возрождала этот город после разрушения, во время восстания израильтян. И именно восстановление этого города началось вокруг святыни, посвященное нашему Господу Иисусу Христу. Это самый-самый древний раннехристианский храм, который выжил и прошел через все столетия нашествий, разрушений. Здесь были османы, здесь были мамлюки, здесь были арабы, здесь были крестоносцы. И все это видел этот храм, потому что в своем сердце, в своем ядре он содержит вот эту чудесную благую весть для каждого из нас. И мы всей семьей, святым семейством приехали также, чтобы почтить в это рождественское время, время Рождества нашего Господа и место Его рождения. Добро пожаловать! Пойдем дальше! Друзья, мы прямо в самом гроте, который знаменует как раз место рождения Иисуса Христа. Это самая сокровенная часть храма, куда как раз приходят паломники, и мы сейчас в самом-самом сердце. Тысячи паломников, невероятная атмосфера предвкушения, люди падают на колени, поклоняются. На том месте, где Иисус был рожден, подобно волхбам, пастухам, всем, кто шли поклониться Иисусу. И мы прямо сейчас идем. И вы сейчас вместе с нами совершаете это путешествие, это приключение. Храм сейчас снаружи проходит реконструкцию, но это древняя вечная часть. И мы приглашаем вас, чтобы вы в своем сердце, чтобы вы в своей жизни также совершили это невероятное приключение, путешествие к тому, кто является царем царей, и царем нашего сердца, царем нашей жизни. Иисус, как в те времена, когда Иисус со своей семьей пришел в этот город, он был полон людей, которые пришли на перепись. Город был переполнен, и они искали место. Место, где они могли бы остановиться, место, где Мария могла бы родить. И это место нашлось для них в гроте, в хлеву, вместе с животными. Сейчас паломничество осуществляется именно сюда, но город точно так же переполнен. И интересно действительно то, что этот город находится под управлением палестинской автономии. Поэтому мы проезжали, на самом деле, через кордон, через такой небольшой пункт проверки. Проехали легко, слава Богу. И пусть, несмотря на какие-то препятствия в вашей жизни, вы все равно сможете пройти тем самым путем, узким путем, необычным путем, вашим именно путем к встрече с нашим Господом. Прямо сейчас мы вышли из храма, где мы поклонились Иисусу. И это было невероятное впечатление видеть, как множество людей идут на то место, где Иисус родился, склоняют колено. Чтобы войти в храм, нужно поклониться обязательно. Поэтому мы хотим прямо сейчас вместе с вами, дорогие телезрители, помолиться о том, чтобы Иисус пришел в вашу жизнь, о том, чтобы эта атмосфера поклонения, она была в ваших домах, там, где вы находитесь. Поэтому будем молиться. Очень классно. Знаете, ангелы пришли поклониться, пастухи пришли поклониться, мудрецы пришли поклониться. И в этом что-то есть. Когда мы склоняемся перед Богом, Бог может действовать в нашей жизни. Когда мы приходим и отдаем свои дары, отдаем свое сердце, и мы говорим, «Ты Господь!» Мы поклоняемся, мы хотим прославить Тебя. Поэтому давайте прямо сейчас, когда мы будем молиться, принесите перед Иисусом, принесите ваши дары, принесите самое драгоценное, что у вас есть. И просто отдайте это Ему, благословите Его своими дарами, своим сердцем, своей любовью, своим временем. И я уверена, Господь воздаст вам во много-много раз. Пусть Господь благоставляет вас, пусть Он укрепляет вас, пусть Он отвечает на ваши нужды, пусть Он исцеляет вас от ваших болезней, пусть семьи восстанавливаются. Дорогой Господь, мы молим Тебя. Мы прямо сейчас, мы приносим, Господь, пред престолом Твоим все наши нужды. Мы приносим боли, Господь, но мы также приносим радости, Бог мой. Мы приносим то, что так дорого нам. Мы хотим прийти и поклониться Тебе, сказать, Ты важнее, Господь, Ты наш Господь. Мы хотим прийти и поклониться, и превознести Твое святое имя. Мы хотим прийти и отдать, Бог мой, самое важное, что есть в нашей жизни. Мы благословляем прямо сейчас всех зрителей Тебе. Мы благословляем, Бог мой, что в это время, в это Рождество будут чудеса, Господь. Звезда будет зажигаться в их жизни, свет будет зажигаться в темноте, взаимоотношения будут восстанавливаться, ангелы будут приходить и возвещать добрую, радостную весть. Мы провозглашаем, что Ты, Иисус, Ты родился, и слава Тебе, Господь. Мы хвалим Тебя и восхваляем Тебя. Ты будь прославлен, Ты будь прославлен, и пусть все нужды прямо сейчас будут покрыты. Слава Тебе, Господь, слава и хвала Богу. Аллилуйя. Друзья, для каждого человека чудо Рождества заключается в том, что родился не просто человеческий младенец, это был сверхъестественный ребенок, в котором присутствовала изначально жизнь Святого Бога. Именно это присутствие было даровано каждому, кто принял его в свое сердце сейчас благословенным Святым Духом. Это святое присутствие наполняло Христа и позволяло ему пребывать в Божьем единстве, в общении со своим Небесным Отцом. Как человек, он научал свой разум, он обуздывал свой характер, потому что в нем была человеческая природа, в его теле. Он знает, что такое боль, он знает, что такое страдание, он знает, что такое разочарование. Его родственники, его друзья и знакомые в Назарете, когда он вошел в свое служение, не признали, как Сына Божьего, не признали Его, как Мессию и Спасителя. Но Бог дает благодать своим детям, Он желает дать эту благодать каждому из нас, чтобы мы ее принимали с благословением, с хвалой, и чтобы мы ее утверждали, побеждая всякое злое слово, всякую ненависть, всякую обиду и отверженность. Пусть Господь пребудет с нами всегда. Я верю, что эта эпоха, она знаменует невероятное исцеление, которое Господь желает даровать своему народу. Мы все входим в глубину Его откровения, познания и доверия Ему, Его Слову, Его рождественской звезде, которая является нашей путеводной звездой, нашим светом и направлением для жизни каждого человека. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, у нас есть потрясающая возможность посетить древний дом здесь, в старой части Вифлеема. Нас пригласил в гости наш проводник Иса, которого на самом деле зовут Иисус. Так что мы пришли в гости к Иисусу здесь, в Вифлееме, старинный, больше двухсот лет этому дому, с чудесным зеленым твориком. И вы с нами проходите в гости. Это похоже лимон. Точно. Вот лимоны висят, так вкусно пахнут. Так зелено и красиво здесь. И вот наша семья моя мама и папа, они родились в Вифлееме. Все они. Сколько именно, я не знаю. И если я не ошибаюсь, то, как написано в книгах, фамилия моей семьи Ришмау. Это как Ришмая, то есть маленькая деревня в Ливане есть такая. Мне сказали, что все мои предки, они пришли оттуда. Как вы празднуете Рождество вместе с семьей? Ну, мы празднуем Рождество с семьей здесь. В первую очередь мы делаем большую вечеринку для семьи и для друзей. Я приглашаю сто человек и больше. Мы наряжаем елку и все эти рождественские украшения, которые мы скоро сделаем, если вы приедете к нам еще раз, то вы их увидите. И вы сможете увидеть Рождество везде. Здесь, здесь, там. Даже на бутылках везде будут рождественские, колпачки, освещение и все-все-все-все. О, я приду. Мы придем. А вы знаете, мое имя означает Рождество. А какое ваше имя? Натали. Натали, это рождественский день, правда? Да, это не Рождество. О, я не знала, правда? Вау. Поэтому я по-настоящему люблю Рождество. Итак, мы делаем большую вечеринку и много всего. Снаружи также. Самое главное, мы стараемся сделать рождественский дух, то есть атмосферу Рождества создать. И вокруг также проходит много вечеринок. Вы также чувствуете дух Рождества где-то вокруг, ну, то есть в атмосфере? Позвольте мне рассказать вам кое-что. Большую часть времени в ноябре обычно я провожу в Лондоне, но на этой неделе я не смог туда поехать. И там была выставка прямо в аэропорте, очень большая. И когда ты только приезжаешь, там ты чувствуешь уже дух Рождества везде абсолютно. А здесь, в Вифлееме, в месте, где Иисус родился, почему-то власти не думают о том, чтобы украсить этот город достойно. И вот до этого момента ничего никто не украшал никогда. И всю атмосферу мы создавали сами для себя в наших домах. То есть ты как бы не чувствуешь здесь такой атмосферы духа Рождества. Нет этого в воздухе просто. А, например, если ты едешь куда-нибудь в Европу, там это очень хорошо чувствуется. То есть вы стараетесь создать атмосферу дома, правильно? Мы делаем то же самое, я с вами согласен. У нас то же самое в Тель-Виве. Есть район Яфа, где они также украшают улицы. Но это все. Мы ставим большую елку в себя. Иногда здесь, иногда там. Или снаружи даже. Очень большую. Моя жена просто с ума сходит по этому. Вот, например, послезавтра мы поедем в Кипр для того, чтобы просто закупиться к Рождеству. Да, это сумасшествие. Это хорошо. Итак, вы католик, правильно? Нет, я православный. А то так сами. То есть, получается, у вас нет семейного пастора? Нет, семейных пасторов у нас нет. И вы знаете, моя семья, она примерно 2000 человек. И в округе мы имеем, ну, примерно 5 пасторов. И мне нравится быть христианином. Это прекрасно. Да. И моя жена более фанатична в этом чем я. Я считаю, что большинство прихожан в мировой церкви, то есть, ну, в церквях по всему миру, это женщины. Да, и даже во времена Иисуса больше женщин следовало за ним, чем мужчин. Ну, и мужчины были апостолами. Они принесли Новый Завет Новым. Но женщины реально помогали ему и следовали за ним. И вы знаете Сан-Шарвилля в Ливане? Сан-Шарвилль? Нет. У него очень много чудес происходит в церкви. Они открыли здесь церковь. И очень много людей приходит туда к нему. Он пастор? Да, да. Ну, он был, да. Он святой. И он умер примерно 400 лет назад. И он там творил чудеса. Вы верите в чудеса? Конечно. У нас даже есть чудеса. Да, мы евангельские христиане, и даже некоторые из нас были рождены в христианской семье, в евангельской. И поэтому здесь все как бы встретились с Иисусом, приняли его. И этот Маршарвилль, и он ни католик, ни православный, ни протестант, ни что-либо еще. И он просто христианин. Да, он просто христианин. И все молятся за него. И даже мусульмане, они приходят в церковь и молятся ему. Просто все приходят в эту церковь. И они сейчас недавно открыли новую церковь здесь. И просто очень многие люди приходят просто даже для того, чтобы посетить храм. Мы тоже построили церковь без деноминации. Просто для христиан. Мы говорим, что мы просто верим в Иисуса, верим в Иешуа. Я думаю, что это лучшее, что может быть, потому что ты не имеешь рамок, какой-то коробочки. Потому что Бог не умещается в коробочку. Он гораздо больше, чем какая-то деноминация, либо какие-то традиции. Он больше всего этого. Да. Да, это очень интересно. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше гостеприимство. Спасибо. И мы обязательно вернемся. Да, в следующий раз приходите, конечно. Ой, это было настолько хорошее время, что мы, правда, хотим вернуться обратно. Возвращайтесь, конечно. А сейчас мы покинем этот прекрасный гостеприимный дом, куда нас приглашают еще раз приехать, когда тут будет все декорировано. И, может быть, мы вам это покажем. Этот дом находится в Вифлееме. И мы покажем вам сейчас поля. Поля, где когда-то пасовец царь Давид. Это место неразрывно связано с ним, с его именем, как предтеча Мессии. Давайте продолжим наше с вами путешествие. Мы привели вас на поле пастухов, чтобы вы могли увидеть, как примерно, ну, конечно, без этих домов выглядели поля во времена Иисуса Христа. Потому что это не были плоские равнины, как в Евразии. Это не были такие пустыни, как Сахара. Вот это ближневосточные поля, это склоны холмов, где паслись овечки, где находились пастухи. И это было не самое холодное время. Здесь сейчас примерно 7 градусов тепла вечером. И пастухи находились со своими овцами вместе, когда вдруг ночью осеял их великий свет, и им предстало воинство небесное. Слава небес осеяла их. И это было настолько могущественно и ярко, что они убоялись. И Господь очень часто, являясь людям, говорит им «Не бойтесь, не бойтесь», чтобы у каждого из нас не было страха, когда мы приходим к Всевышнему. Потому что 2000 лет назад произошло удивительное чудо. Чудо, что Бог возвестил людям благую весть. Отныне будет прекращена пропасть, пропасть между человеком и Богом. Эта пропасть сокращена была благодаря тому, что Бог сделал шаг к людям. Он благословил людей своим Сыном, ставшим Искупителем. И теперь каждый, верующий в Него, каждый, кто призывает имя Господне, может почувствовать себя тем пастухом на поле, той овечкой, к которому приходит великий свет, к которому приходит великая слава и возвещается радостная весть. Почему она радостная? Потому что Бог сам пришёл, потому что Бог понимает вас, потому что Он слышит вас, потому что Он знает, что мы несовершенны, и даже зная всё до капли о нас, Он любит нас. Он дал нам искупление и прощение через Его чудесного сверхъестественного Сына, которого так и зовут Спаситель, Посланник, Мессия за каждого. Это место, поле пастухов, где простые люди услышали чудесную, добрую, радостную весть о нашем Спасителе. Как уже говорилось, мы находимся сейчас на особенном, это особенное место, это поле, где когда-то, когда Иисус родился, здесь всегда пастухи пасли овец. Мы, правда, сейчас не можем увидеть этого, потому что здесь нет зелени, здесь много камней, но это было зеленое поле, где пастухи могли пасти свою отару. И однажды ночью было холодно, холоднее, чем сейчас, нам сейчас тоже холодно, да? Вот, мы немножко подзамерзли, и пришел ангел, и он говорит, и он пришел и осветил это место, оно стало совершенно сказочным, сразу атмосфера пришла, пришла радость, вы себе можете это представить? Вот нам холодно, мы мерзли, и сейчас приходит ангел, и становится тепло, и свет, да, и он говорит, радуйтесь, вместо того, чтобы пастухи обрадовались, знаете, что они сделали? Они испугались, им стало еще страшнее, как это светло, как это должно быть темно. очень часто в нашу жизнь, когда приходит Господь, нам становится светло в наших темных ситуациях, поэтому мы должны радоваться, это радостная весть, и когда они испугались, пастухи говорят, не бойтесь нас, и пришло еще больше ангелов, и все это поле было застелено ангелами, которые пели, радуйтесь, празднуйте, пойте, Иисус родился, пришел Мессия, пришел Спаситель этому миру, поэтому, дорогие наши зрители, когда приходит Господь в нашу жизнь, как бы холодно вам не было, как бы трудно вам не было, какие бы обстоятельства не были в вашей жизни, даже если вы не ожидаете, радуйтесь, потому что может нам страшно, когда Господь приходит в нашу жизнь, радуйтесь, потому что это для спасения наших жизней, это не чтобы нас наказать, это чтобы нас спасти и чтобы наша жизнь была наполнена радостью поэтому можем ли мы сейчас порадоваться поэтому мы просто радуемся на что рождество это замечательное место и мы просто радуется иисус родился давайте будем славить его и будет господь иисус он спаситель нашей нашей жизни всего этого мира поэтому с праздником вас и радуйтесь дорогие наши зрители я хотела добавить что вот здесь как-то особенно переживаешь то что принесла нам благая весть 58 главе исаи сказано что те кто любят бога кто следует за ним кто выполняет заповедь они станут восстановителем развалин возобновителем путей для населения мы стоим сейчас на основаниях домов того времени времени пастухов здесь они жили находясь как бы на вып уходя из домов они пасли овец но сюда они возвращались во время прям такой суровой зимы у них были дома и мы сейчас стоим на основании не только их домов но на основании тех людей которые приняли эту благую весть и сейчас в этот город вишлием приезжают поколения которые родились много позже чем пришел наш спаситель но они до сих пор его дети вот эта благая весть она восстановила эти поколения друзья если вы принимаете благую весть сколько поколений после вас будет восстановлена родиться зная эту радость и с нами сейчас дети дети моисей соломончик они также новое поколение которое будет нести эту благую весть они уже сейчас молятся с детьми они уже сейчас славят господа и пусть эта слава приходит в каждый дом в каждое сердце в каждую семью на каждое место где вы находитесь в каждый город будьте благословенны и свет рождественские звезды пусть освещает ваш путь каждый день друзья мы приехали мы приехали на поле пастухов которые отмечены чудесным храмом это католическая святая территория и вы сейчас с нами увидите что происходит в этой прекрасной замечательной церкви друзья прямо сейчас мы находимся в этом храме вместе где пастухи они переживали божье присутствие не видели ангелов и посмотрите на потрясающую картину которая описывает эту историю которая записана в луки 2 глава с 8 стиха в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего вдруг предстал ангел господь и слава господня осияла их и убоялись страхов великим и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился в городе давидовом спаситель который есть христос господь и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях и внезапно явилась ангелом многое воинство небесное славящее бога и вознивзывающая слава вышли богу и на земле мир в человеках благоволение давайте пройдем и мы увидим дальше здесь картину невероятная атмосфера предрождественские праздники ангельские звуки ангельские звуки как ангелы и мы тоже поклоняемся здесь вместе со святой семьей и с нами и семейство мазжук которое тоже святое аминь 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 и и и и и и и Друзья, мы сейчас находимся на главной площади, главной площади, можно сказать, всего Израиля, потому что мы в Вифлееме, за нами эта елка, мы сюда приехали специально со святым семейством. Ребята, вам нравится здесь? Да. Здорово. Мы будем сейчас молиться с нашими зрителями, и вы готовы молиться за детей? За детей, да? Супер. Дорогие друзья, это Рождество. Буквально через несколько моментов наступит Рождество, и в этом городе полно суеты, множество туристов. Подготовка. Как хотелось бы поймать этот момент и провести его время с Богом. Поэтому давайте войдем в поклонение в это Рождество и прославим нашего небесного Господа за то, что Он послал своего Сына, который пришел на эту землю и спас каждого из нас. Да? Молиться. Молиться. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие в этом городе, в этом месте, Господь. Мы хотим насладиться этим временем с Тобой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел на эту землю, за то, что Ты спас нас, за то, что Ты любишь нас так сильно, за то, что Ты создаешь эту потрясающую атмосферу Рождества по всему миру. И также здесь, в Вифлееме. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты прикасался к сердцам людей в это Рождество. Чтобы во время этой суеты и шумихи, и покупки подарков, и нарожения елок и прочее, чтобы свое присутствие было в каждом доме, в каждом верующем человеке. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы Ты прикасался на это Рождество, чтобы Ты исцелял людей, чтобы Ты изменял нашу жизнь. Господь, мы любим Тебя, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас. Аллилуйя! Дети, давайте вы будете молиться, скажите. Спасибо Бог за этот день, спасибо за то, что мы смогли сюда приехать, и благословю всех детей, которые смотрят нас, и пусть они будут благословлены. Спасибо, Соломон! Спасибо, Сын Мудрости, Сын Мира! Мы благословляем вас в Центральной площади Вифлеема, и пусть действительно никакая суета, никакой шум не остановит вас от поклонения к Богу, к Боге. И пусть Он, вошедший в наше сердце, затем укутает и укроет всю нашу жизнь собой, чтобы мы были в Нем, мы были с Ним, мы были всегда, навеки. Аминь! С праздником! С праздником Рождества! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Друзья, с нами хозяин этого чудесного дома, его зовут Иса, что в переводе на русский означает Иисус. Иисус из Вифлеема пригласил нас в свой чудесный дом, и наше путешествие, оно пришло к своей такой точке. Их дом великолепно украшен, декорирован. Иисус христианин, Иисус верующий в Иисуса. И он нас пригласил разделить тепло их очага, тепло этого времени, рождественского времени. Его дом такой гостеприимный, он говорит, что они стараются приглашать как можно больше гостей, свыше ста гостей на Рождество. У них очень большая семья, и он пригласил нас всех. Спасибо, Иисус! Спасибо! Мой маленький дом, очень приятно. Проходите, пожалуйста. Спасибо! Та-дам! Это время. Мы сейчас хотим помолиться с каждым из вас, за каждого из вас, потому что время Рождества семьи собираются вместе. Люди, которые любят друг друга, собираются вместе. Мы хотим, чтобы любовь Божья из Вифлеема, из наших сердец, достигла вас, где бы вы ни находились. И пусть благословение Всевышнего Господа, пусть благословение нашего Спасителя наполнит каждое сердце. Переожидайте, помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Твое присутствие на этом месте. Господь, мы благодарим Тебе за то, что Ты родился, Ты пришел из этого мира. Господь, мы прямо сейчас молимся о каждом телезрителе. Господь, чтобы в их домах было тепло, было уют, наполнить дома каждого из телезрителей своей любовью, своим присутствием. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты пребывал. О том, чтобы Твое помазание просто с небес текло на каждый дом, Господи, чтобы эти дома были наполнены любовью, наполнены миром во имя Иисуса в эти праздники, в этот рождественский вечер, Господь, чтобы семьи собирались вместе, они переживали Твое присутствие, они наслаждались любовью во имя Иисуса, мы молимся. Да, Господь, да, Господь, и пусть дом Исы, дом Иисуса, его дети, его потомки до тысячного колена будут благословлены, потому что Ты сказал, что Ты благословляешь, благословляющего Тебя. Господь во имя Иисуса, мы благословляем Вас, мы благословляем Израиль, мы благословляем всякое место, где Вы находитесь. Когда мы совершаем наши путешествия, паломничество к Богу, происходят чудеса. Таким чудом для нас стало посещение этого дома, дома Иисуса из Вифлеема. Здесь невероятно красиво, невероятно уютно. Здесь этот камин согревает всех нас. И мне хочется сказать каждому, чтобы мы стремились к Нему, чтобы тепло этого путешествия согревало Вас каждый день. И пусть такие чудеса происходят с Вами регулярно. Господь говорит, что тот, кто ищет Царствия Божьего, тот получит ещё в этой жизни в сто раз больше домов, родных. Вы встретите друзей в любом месте, где Вы будете находиться. И мы чувствуем, что это обещание Иисуса Христа исполнилось прямо здесь, в Вифлееме. Потрясающее время Рождества, друзья. Рождество — это всегда по поводу семьи, которая собрана вместе вокруг такого замечательного камина, где есть тепло, уют. И для меня семейные праздники — это время, когда мы можем все вместе собраться и прочувствовать эту атмосферу. Когда мы с Наташей создавали нашу семью, у меня была мечта, чтобы в нашем доме всегда был вот этот вот очаг семейной любви, очаг вот этого места, которое тебя манит, влечёт тебя, и ты хочешь возвращаться домой. Я в эти праздники Рождества и Нового года я желаю всем вам, друзья, чтобы вы переживали это Божье присутствие в ваших домах, чтобы ваш дом был наполнен любовью, чтобы тепло Божье присутствие согревало вас всегда, чтобы в ваших семьях всегда царил свет, радость, любовь, и был вот этот уют Божьего присутствия. Потому что, послушайте, мы можем поставить хороший и красивый камин, нарядить ёлку, приготовить оливье, сделать праздничную атмосферу, но если там не будет Божьего присутствия, если сам Царь Иисус Христос не будет посреди нас, это всё впустую, потому что только в Нём есть настоящее вот это тепло и уют, когда есть единство в семье, когда люди любят друг друга Божьей любовью. Поэтому я желаю вам, друзья, пускай Божья любовь, она будет с вами каждый день. И так здорово, что вот эта поездка, во-первых, она произошла, и мы просто наполнились заново, снова, мы посмотрели на Рождество с новой перспективы. Дети, вы посмотрели на Иисуса с новой перспективы, что Он был младенцем, да? Да. Что мы были в таких замечательных местах, где пастухи были, да, где ангел пришёл, где Иисус родился в хлеву, и мы посетили все эти места, мы пропитались этой атмосферой чудо, атмосферой того, что Бог подарил самый большой подарок для нас, для вас, для всего-всего мира, для вас, дети, также, да? Поэтому давайте мы просто пронесём эту атмосферу целый год. Мы её наполняемся в сезон Рождества атмосферой чуда, что Бог может сделать чудо в вашей жизни. Поэтому держитесь за это. Бог щедрый Бог, Бог чудес, Бог, который не жалеет даже Сына Своего, чтобы у нас было спасение, у нас была любовь, у нас было счастье, был этот уют, поэтому была свобода в нашей жизни. Поэтому я хочу просто благословить вас. Цените друг друга, любите Бога, думайте, верьте, что Бог, Он Бог чудес, и Он любящий Бог, Он добрый Бог, Он Бог Отец, который заботится о вас каждый день в вашей жизни. И пусть это атмосфера чудес, атмосфера восстановления, если атмосфера прощения будет, особенно в сезон Рождества, будьте щедры на всякое доброе слово, на всякий добрый поступок, на всякое прощение, на всякое воссоединение. Будьте щедры, потому что Сам Господь был щедр к нам в этот сезон. С Рождеством, дорогие друзья! С Рождеством вас, дорогие! И вот наше путешествие сейчас продолжится в Иерусалиме. Мы покажем вам, как выглядит этот дивный город. Мы покидаем Бифлеем. Да! Да, мы домой. Поехали с нами. Поехали с нами. Мы находимся в Иерусалиме, совсем рядом со студией телеканала ТБН. Мы на площади, которая для меня – это площадь мира. Вы видите колоссальный красивый памятник. Весь мир перед вашими руками, перед вашими глазами. Можно подойти, возложить руки на ту страну, за которую вы хотите помолиться, откуда вы родом или где живут ваши любимые друзья, ваши люди, которые дороги вам. Поэтому это место – это место молитвы. Здесь можно увидеть древнюю карту, карту мира, где самое сердце находится в Израиле, в Иерусалиме. И отсюда мы сейчас проведем вас в маленькое путешествие в христианский квартал старого города Иерусалима с этой чудесной святой семьей, семейством служителей Иисуса Христа, семейством Мажук. Мы двинемся в наше маленькое путешествие для того, чтобы вы увидели вместе с нами, что такое Рождество в Израиле, что такое Рождество в старом городе. Поехали! Здорово! Поехали! Пау! Дорогие друзья, прямо сейчас мы находимся с вами у стен старого города. Здесь неподалеку Явские ворота. И обратите внимание, здесь вообще отсутствуют рождественские декорации. В Израиле не празднуют Рождество. Израиль это страна для евреев. Здесь будут через несколько недель праздновать Хануку, что тоже является праздником света. И где-то это также переплетается с Рождеством, потому что и Рождество праздник света. Но тот факт, что Рождество не празднуют практически нигде в Израиле, это реалии. И мы буквально через несколько минут с вами попадем в христианскую часть старого города Иерусалима. И там будет совершенно все по-другому. И на самом деле, когда я только приехал в Израиль, я ожидал, что, знаете, Израиль это святая земля. Я ожидал, что здесь... Да, везде! И все, что Иисус является мессией еврейского народа. Здесь люди его принимают. Но по своей наивности я так думал. И оказывается, это не так. Поэтому мы здесь поставим церковь в Тель-Авиве. Мы делаем все возможное, чтобы больше евреев узнало об Иисусе. Чтобы больше людей узнали об Иисусе в Тель-Авиве. В нашей церкви, в нашем доме мы празднуем Рождество. Мы наряжаем декорации. И, кстати говоря, израильтяне местные из Рамадгана приходят к нам, приводят своих детей к нам домой. Лишь бы только сфотографироваться с рождественским декором. У нас есть возможность рассказывать им об Иисусе. Поэтому, друзья, вот такая вот реальность у нас в Израиле касательно Рождества. И мы сейчас взойдем в ту часть города, которая является новой. Для меня было открытием узнать, что вот все эти стены за моей спиной и за угол справа – это все новая часть. Эти стены были возведены в XVII веке Сулейманом Великолепным. Но до Рождества Иисуса Христа это были голые скалы, это было место за городом. Именно поэтому Иисус был распят на Голгофе вне стен старого города. И весь этот квартал, вот эти стены, они закрывают христианский квартал старого города. Христиане стали селиться вокруг их святыни, вокруг Голгофы, которая сейчас обрамлена в храм Гроба Господня в христианском квартале. Поэтому вот это новодел. И мы сейчас с вами зайдем за эту часть старого города. И вы увидите, что даже в старом городе Иерусалима отмечается все-таки Рождество. Добро пожаловать! Пойдем! Прямо сейчас мы проходим через Явские ворота. И здесь, прямо на этом месте есть три разных квартала и три разных хода в разные кварталы. Один, вот именно этот, это христианский квартал. Да ну! Чуть-чуть дальше, это арабский квартал. Серьезно? И мы, это на самом деле, в арабском квартале, это самый короткий путь, чтобы пройти к стене плача. Поэтому, если вы, когда вы приедете в Израиль, в Иерусалим, чтобы пройти к стене плача, вам нужно идти через арабский квартал. И чуть-чуть дальше, армянский квартал. И прямо сейчас я хочу, и вас, дети, и вас, дорогие мои телезрители, я хочу вас повезти в особенный христианский квартал, потому что только там мы сможем найти нашу невероятную атмосферу Рождества. А вы хотите узнать? Пошли? Вы хотите узнать? Да? Пошлите все вместе! Вы уже можете видеть, как красиво, и насколько атмосферно уже в этом месте. Конечно же, уже вечер, и большинство магазинов закрыты, но мы все равно можем насладиться огоньками и вот этими красивым, падающим как будто снегом, светом. И это уже мы чувствуем Рождество. Да, дети? Да. Классно! Ура! Поэтому Рождество уже скоро! Через 17 дней! Через 17 дней! Дорогие друзья, мы в старом городе, в городе Иерусалиме нашли домик Санты. И давайте пойдем посмотрим, где же он находится. Я немножко вам расскажу о Санта-Клаусе. Вау! Санта это был такой святой по имени Клаус, и он дарил много подарков детям, разным бедным людям. И он был очень хорошим человеком. Но на сегодняшний день из него создали такой культ, и люди верят, что именно Санта приносит подарки. Но мы же все знаем, что настоящее чудо Рождества, это то, что Иисус родился. Иисус, это и есть настоящая причина Рождества. Санта, елочки и все эти украшения, это лишь только декорации и атмосфера, которая тоже может быть при Рождестве. Но на самом деле не из этого дома идут все дары и подарки в нашу жизнь, но с неба. Потому что Иисус наш самый настоящий подарок. Аминь. Аминь. Но я хочу добавить, что мы все и каждый из нас, мы тоже можем быть сантами, мы можем быть этими святыми Николами, которые приносят радость и щедрость, и которые дарят подарки. Поэтому мы и дарим подарки, конечно же, потому что Господь был щедр, и Он отдал нам своего Сына. Поэтому и мы щедрые в этот особенный сезон, и мы дарим подарки друг другу. Поэтому будьте руками Господа и дарите друг другу подарки, будьте щедрыми в этот сезон. Аминь. Дорогие друзья, мы прошли с вами через старый город, через христианский, старый Иерусалим, и мы увидели с вами домик Санты, и мы увидели с вами рождественский декор. Но послушайте, Рождество, это не только по поводу декора. О, да. Наш Спаситель был рожден. И самая настоящая причина Рождества, это потому, что Иисус родился. Да. Мы желаем вам потрясающих праздников. Пусть у вас будет замечательное Рождество. Поздравляю вас с Новым годом. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.